Привет всем из Токио! В этом бьюти-видео я хотела вам показать японские маски для лица и также лифтинг-массажер для лица. Называется он Рефа. Я уже снимала отдельное видео о японских масках для лица. Я вам оставлю обязательно ссылку на него. Я попробовала разные другие новые варианты. Хочу поделиться впечатлениями о этих масках с вами тоже. Известный очень производитель масок в Японии, Lululun. Они производят много разных масок. Есть бюджетные варианты, есть более дорогие. И вот это такой средний вариант. Желтые коробочки. Это маска для нормальной кожи. Также есть такая же точность и маска для жирной и сухой кожи. Внутри входит 5 пакетиков. Хорошо очень пропитана. Здесь 30 мл эссенции входит в нее. Хорошая ткань. Рекомендую делать ее 1 раз в неделю на хорошо очищенную кожу лица. В составе здесь гиалуроновая кислота, масло косточки абрикоса, авокадо, мед. Притом мед входит здесь очень дорогой. Называется Manuka Honey из Новой Зеландии. Известный очень мед. Как я вам уже говорила, в основном все японские маски очень хорошие. Есть маски, которые нужно использовать 1-2 раза в неделю, максимум 3 раза в неделю. Они более насыщенные по у составу. Также вот в этой же марке есть более экономичный вариант. В больших пакетах маски не разделены вот так вот на отдельные пакетики, а лежат все вместе в одной упаковке. В таких масках другой состав. Они более легкие. Их нужно использовать для ежедневного применения. То есть просто для легкого увлажнения. Вот такие вот маски более серьезные. В основном я их все делаю примерно 2 раза в неделю вечером. Они не скатываются. И в принципе можно делать под макияж. Форма именно вот у этой маски круглая. В основном на всех масках есть вот такие вот разрезы, которые можно загнуть и выровнять маску по форме лица. Здесь вот разрезов нет. Но прилегает она тем не менее очень хорошо. И также она без клапанов для глаз. В основном во многих масках есть клапаны для глаз для увлажнения век. Ткань мягкая, эссенция жидкая, прозрачная, нелипкая, легкая, увлажняющая. По ощущениям также маска хорошо напитана. 30 мл эссенции это довольно-таки много. Она без запаха. И чем мне нравятся маски, по крайней мере те японские маски, которые я пробовала, которые я вам показываю в этом видео и в предыдущем видео о масках, они не текут. То есть сколько бы эссенции не входило, даже вот 30 мл, 33 мл, это самый максимум, который я видела в масках, они абсолютно не текут. Ткань держит эту эссенцию и в этом же случае тоже маска не течет. Приятная увлажняющая маска, после нее действительно кожа напитанная, мелкие морщинки разглаживаются. Мне понравилось. Я вам также показывала уже маску от марки Мандам. В предыдущем видео это другой вариант. Химпатичная упаковка. Бренд называется Мандам и маска называется Барри Репея. В коробочке входит 5 масок. Стандартные пакетики внутри, которые нужно оторвать и приложить маску на хорошо очищенное лицо. Использовать нужно 1-2 раза в неделю, 5-10 минут, 15-20 минут, если кожа очень сухая. Это маска с керамидами, с церамидами, как их еще называют. Хорошая форма у маски и также есть клапаны для глаз, которые можно закрыть, можно также открыть. Маска абсолютно не течет, не обязательно лежать, можно ходить, заниматься своими делами. Заявлено сглаживание пор. Обещают более гладкую кожу. Все маски используются, конечно, 1 раз. Остатки эссенции потом распределить на декольте или нанести сверху на маску. Без парабенов, без консервантов, без ароматизаторов и красителей. Также проведены тесты на аллергию и на раздражение, на сжение. Подойдет для чувствительной кожи. Мягкое нежное увлажнение. После использования нужно хорошо вот так вот вбить эссенцию, оставшуюся в кожу. И вот в этом случае при необходимости написано, нужно нанести крем. Интересная эссенция, она прозрачная и в ней мелкие-мелкие пузырики. По ощущениям очень свежая, увлажняющая, не тяжелая, не липкая. Также не отклеивается, не течет. Пропитана маска достаточно хорошо, но не так много здесь эссенции, всего 22 мл. Но, тем не менее, я ведь сжала 15-20 минут и она до конца не высохла. То есть, в принципе, этого достаточно. Маска действительно как-то сглаживает поры и они смотрятся более гладкими. Но она не подсушивает, то есть, она не стягивает именно поры. Но зрительно как-то немножко их сглаживает. Какого-то мощного антивозрастного эффекта я в этой маске не заметила. Но, тем не менее, увлажнение хорошее, тоже вот такая приятная маска. Еще один вариант маски, который я попробовала от марки Утена, называется она Premium Pureso. Эта маска также с керамидами, с церамидами, органовое масло, макадамия масло, масло шиповника, сквален, жужуба и оливковое масло входит. В коробочку входит 4 маски. Две из них я уже сделала. Вот такие вот пакетики. Мне понравился очень вот этот вот вариант. Хорошая маска. В нее входит 28 мл эссенции. То есть, это достаточно много. После этой маски ощущение свежести и увлажненности кожи. Очень приятное. Сама ткань маски, конечно, здесь натуральная, 100% хлопок. Держать ее нужно 10-15 минут. И вот эту разновидность маски нужно прикладывать к лицу после очищения кожи и после тонизирования кожи. То есть, нужно нанести тоник или какой-то босьон. После использования маски можно ее закрыть легким кремом, легким увлажняющим средством при необходимости. А вот этот вариант мне очень понравился. Как-то и цвет лица улучшает, и кожа более напитанная. Нет ощущения тяжелой эссенции. Она очень свежая, легкая, приятная и в то же время питает очень хорошо. Попробовала еще вот такую вот маску в красной коробке. Хада Лабо. Компания-производитель Lotto Seyaku называется. Эта компания производит также лекарственные средства. Японское производство. Все маски, которые я вам сегодня показываю, они все производства Японии. 4 штучки входят в упаковки. Называется она Gokujun Alpha. Gokujun переводится как сильно увлажнение. То есть, это сильно увлажняющая маска. Активный состав здесь такой 3D гиалуроновая кислота. Коллаген и эластин со сниженной молекулярной массой. Все компоненты направлены на мощное увлажнение. Такой вот вариант маски хорошо подойдет для обезвоженной кожи. Думаю, надо будет ее попробовать сделать, предположим, после самолета, после перелетов. Обычно кожа наиболее обезвожена. Смягчает кожу, делает ее более гладкой, увлажненной. Эластин уплотняет кожу. Маска без алкоголя, без минерального масла, без красителей. И также написано, что входит тапри 20 мл. Тапри по-японски означает очень много. Но мы уже искушенные, конечно, пользователи. Мы, конечно, знаем, что очень много. Это 33 мл. Это маски, которые я вам показывала в предыдущем видео. То есть, 20 мл. это как раз-таки совсем немного. 20 мл. это меньше всего. Из всего, что я видела, из всех масок, которые я видела. Самая маленькая до этого была 22 мл эссенса. Здесь вот 20, но тем не менее, она довольно-таки хорошо пропитана. То есть, нельзя сказать, что она полусухая. Нет, она хорошо, нормально пропитана. Эссенция прозрачно-белая и при нанесении кажется абсолютно не липкой. Но когда маску снимаешь, кожа остается липкой. Поэтому сверху лучше закрыть ее кремом или каким-то легким увлажняющим средством. По ощущениям, очень хорошо увлажняет. Кожа напитанная, действительно такая свежая. Хороший цвет лица, появляются мелкие морщины, разглаживаются. То есть, эффект от маски мне понравился. Формы маски также примерно все похожи, без увлажнений шеи. Часто после того, как я делаю маску, я потом ее еще прикладываю на область шеи и еще держу минут 10. И также вот этот вариант без увлажнения кожи вокруг глаз, то есть, без клапанов для глаз. И держать ее нужно всего 5-10 минут. За 5-10 минут она не высыхает абсолютно. То есть, можно подержать даже и подольше. Казалось бы, вроде не так много эссенции, но по ощущениям вполне достаточно. А также, как и другие маски, эта маска тоже без запаха, еле уловимый кремовый аромат. Плотно хорошо прилегает, не течет, не отклеивается. Хороший очень вариант, мне понравился эффект от нее. Покажу вам еще патчи для глаз. Посмотрите, какая это милейшая упаковка. Нежная, розовая, в очень кавае японском стиле. Входит всего 3 комплекта, по 2 патча под глаза. Я уже 2 сделала и один у меня остался. Это гидрогелевые патчи с растительными экстрактами. Проникают в глубокие слои, делают кожу напитанной, упругой и подтянутой. Увлажнение. Наносить нужно на очищенную кожу лица после лосьона, после тоника. Перед нанесением нужно отклеить патчи от прозрачной пленки и ровно приложить, приклеить их под глаза. Они очень хорошо держатся. Патчи гидрогелевые. Я думала, что они будут прозрачные, но они оказались белого цвета. Верхняя часть, она как будто сделана из плотной ткани, а внутри именно уже гель. И увлажняющие средства, они как бы внутри. То есть, нет никакой абсолютно жидкой эссенции. Они как пластырь. Они очень плотно прилегают, выравнивают кожу и разглаживают мелкие морщины. И последний патч, который я вам покажу, их можно использовать как для глаз, так же и для носогубных морщин. Это очень распространенные, популярные патчи. Они продаются много в каких магазинах, в аптеках от марки Косе. Предназначены для обезвоженной и сухой кожи. Здесь пишут вот уже 11 лет самая популярная вот эта вот разновидность. Но действительно, я эти маски очень часто вижу в продаже. И я их покупала уже много раз. Они периодически обновляются. Здесь входят 5 патчей под глаза, 5 пакетиков. По 2 патча внутри. В составе здесь ретинол, эластин, гиалуроновая кислота, Q10, без задушки, без минерального масла и без красителей. В одном пакетике 6,7 мл эссенции входит, написано. И держать патчи нужно 10 минут. Я раньше пользовалась уже этими патчами. Давайте попробуем. Отрывается вот так вот очень легко. Пакетик. И внутри... О, они очень хорошо пропитаны. Посмотрите, я вам покажу потом поближе. Белого цвета эссенция и 6,7 мл. Для патчей это много, много очень. Такие вот патчи. Пробую наклеить. Заодно повлажняю немножко кожу. Наносить нужно на очищенную. Хотела наклеить, а она... Сейчас закончу видео, умоюсь и обязательно сделаю вот эти вот патчи. По ощущениям эссенция не липкая, очень увлажняющая. И запаха практически никакого нету. Какой-то легкий кремовый немножко есть аромат, но без задушки. И хотела вам показать... Ну так хотела, так и покажи. И давайте покажу вам лифтинг-массажер для лица. Знавится он Рефа. Рефа Карата. Очень популярная марка. Она вот уже несколько лет везде продается. Очень много подделок, поэтому будьте осторожны. Я вам внизу оставлю ссылку из Японии. На магазин, который закупается официального сайта. Это можно не бояться подделок. Я его купила, на самом деле, уже полгода назад. Вам не показывала. Давайте сначала покажу упаковку. Вот такая вот большая коробка. Светло-светло-бежево-белого цвета. Вот так вот откидывается крышка. Описание. Сейчас я вам покажу. Там сертификат есть с номером. Вот сам массажер. У него какой-то космический дизайн. Здесь также в комплекте входит бархатный мешочек с надписью Рефа. Такие вот бантики-колокольчики. Тоже покажу вам поближе. И тряпочка, которой нужно его протирать. Этим массажером можно пользоваться как на сухую кожу, так же на крем. И даже можно использовать в ванной. Вода непроницаема. Рекомендуют не держать в воде больше, чем 30 минут. Вот такой вот интересный массажер. Вот дизайн, интересный дизайн. Но интересный, интересный дизайн. Вот эти массажеры бывают разные. Есть два шарика крутящихся. Есть один шарик. Есть по четыре шарика для тела. В магазине я беру вообще огромный. Очень дорогой был. И там я даже не помню сколько шариков, но их было много. И они все крутились вот так вот в разные стороны. Если делать массаж на тело, то я думаю, что это вообще очень приятно. У меня вариант для лица и для тела. Здесь лифтинг, массаж лица. Также можно делать массаж на шею. Кстати, очень приятно. Двойные ролики, они подхватывают кожу. Вот посмотрите. Это на самом деле очень приятно. Как профессиональный массаж. Граненные, крутятся они в разном направлении. Я часто покупала раньше всякие гаджеты. Они у меня, честно говоря, валялись. Я им пару раз попользовалась и все. Но вот этим я действительно пользуюсь. Он у меня лежит в комнате. И когда я смотрю какой-нибудь фильм, например, или что-то, я могу просто вот так вот поделать себе немножко массаж. На шею очень приятно. На руки мне нравится. Иногда, когда лежу в ванной. И также я по своему времени использую с масками. Накладываю тканевую маску. Держу ее примерно 10 минут. Потом беру массажер и прям по маске вот так вот делаю ей массаж. Вырабатывает микротоки. И он заряжается от света. Либо на солнышко выплатить, либо просто в освещенном помещении. Благодаря микротокам можно повысить тонус кожи. Лифтинг эффект. Кожа выглядит более подтянутой. Мне очень нравится делать на маске, потому что кровообращение улучшается. Массажер повышает впитываемость веществ за счет микротоков. Микротоки небольшой силы хороши для омоложения кожи. Оказывает омолаживающее воздействие на кожу лица. Насыщает ее кислородом. Стимулирует синтез коллагеном. Все массажеры РЕФа имеют платиновое гипераллергенное покрытие. Не вызывает никаких аллергических реакций на кожу. Давайте покажу вам описание сертификата. Здесь вклеена вот такая вот карточка с номером пластиковая. Я покупала массажер в самолете. Они очень популярны, как я уже сказала. Они продаются и в аэропорту, и продавались также прямо на борту японских авиалиний. Рейс из Токио в Москву был. И он был немного там подешевле, так как беспошлинная торговля на борту. И у меня вот здесь вот описание. Оно на английском, на японском и на корейском. Вот я вижу. Буквально на нескольких языках. Здесь есть картинки и нарисовано, как нужно делать массаж. То есть показаны примерные линии. Как я уже сказала, есть несколько вариантов. Есть два массажера. Один для лифтинга, а второй против отеков на лице. И они идут по одному шарику на палочке. И их очень хорошо именно с маской делать. Можно наклеить маску. И вот такими вот движениями. У меня так как здесь два шарика. Мне вот так вот, наверное, сложно получится. Но, в принципе, можно даже вот так вот двумя. Может быть, я даже вот этим вот попробую. Видите, вот такими вот движениями. Но когда он был бы один, был бы, наверное, наклон удобнее. Хочу еще купить для тела. Потому что мне действительно понравилось. Можно регулировать силу. Если вы делаете уклон вот сюда, вот так, то он подхватывает очень много. Очень вот так вот сильно. Если немножко вот так, то он слабее. Как вам нравится. Наоборот, если вы ведете в эту сторону, так он не подхватывает. Но зато если вот так, то он подхватывает. Здесь, конечно, лучше делать сильнее вот в эту сторону. И слабее вот в эту. Очень приятно делать на шею. Посмотрите, как он подхватывает. Видите? Конечно, лучше убрать волосы, но плечи. Я думаю, вам должно быть видно. Он прям подхватывает и зажимает. И действительно, вот такой хороший прям массаж. То есть, он разгоняет застои. И кровообращение улучшается. Очень приятно. Помимо еще микротоков, очень сам эффект хороший. Хорошо расслабляет мышцы. Я, конечно, не рекомендую покупать подделки. Потому что здесь действительно вот рассчитано все. Каждая грань, расстояние, плюс микротоки, платиновое покрытие. А в подделках этого всего не будет. И могут быть какие-то острые углы или еще что-то. Мне нравится и по ощущениям. И микроциркуляция крови. Свет лица становится лучше. Картинка здесь, наверное, словно вот лимфовые узлы вот эти. Вот можно вот здесь вот делать массаж. Тоже очень, кстати, хорошо расслабляет. Видите, как подхватывает кожу на теле. На шею сзади у меня вот всегда устает. Вот здесь вот очень шея. Я часто делаю. И на голове тоже можно делать очень приятно. Здесь на картинках все нарисовано. А на лицо вот по массажным линиям. Потом одним роликом можно делать вот так вот носогубные складки. Также лоб. На лоб, кстати, тоже очень приятно. Вот здесь вот расслабляются мышцы. На голову тоже массаж головы. Производство Японии. В этой марке Мадонна заказала себе косметику. Вот уже года два, как продается косметика Мадонна. И в ее линейке есть тоже массажер, который выпускает вот эта вот марка Рефа. Очень популярный. Черного цвета. И он выгодный по цене. Так что, да, сейчас делаю вот такой вот лифтинг-массаж. На крем, на маски. Можно на сухую кожу. На руку не идет никакой нагрузки. Очень удобно все. Не рекомендуется использовать. Только в случае серьезных кожных заболеваний. Если на коже раны, порезы. Также не рекомендуется использовать у кого филеры на лице. Избегать горячих температур. Лучше не использовать в сауне. Не мыть, конечно, никакими агрессивными средствами. Не чистить. Просто протереть. Помыть мылом можно. И протереть мягким полотенчиком или оригинальной тряпочкой. Массажер я обычно не убираю никогда в мешочек, чтобы он заряжался. Но для зарядки ему требуется 2-3 часа на натуральном, солнечном или электрическом освещении. При массаже я не чувствую никаких ни покалываний, ни микротоков. По ощущениям я не чувствую. На этом я сегодня заканчиваю видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я с вами прощаюсь. Всем до свидания. До свидания.